Это просто пушка, это бомба, это ваша собака. И все эти слова даже не просто так. Её реально зовут пушка, и она реально может быть ваша. Потому что прямо сейчас мы начинаем нашу добрую четверговую рубрику и ищем дом для прекрасного пушечного малыша. Ищем вместе с Евгением Андреевой, помощник кинолога собаки. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот если вы помощник кинолога, может, сразу, может, и продемонстрируем что-нибудь, что собака может? Ну, пуша ещё сильно ничего не умеет. Она у нас недавно, но она очень быстро обучается, вот любит крутиться, вертеться. Вот уже, пожалуйста. Да, стоять на задних лапочках, может даже без вкусняшки это делать, просто вот в качестве игры. Вот любимое её занятие. Может потанцевать вам, но это вот уже по желанию. Есть какая-то у Пуши история? Как так случилось, что она осталась без человека рядышком? Пуша к нам попала с собакана на целый, ну, почти год, вот ей 11 месяцев. Она всю свою жизнь прожила на цепи. И, несмотря на это, вот маленькая собачка такая вот, такая вот добренькая, жизнерадостная, очень общительная, очень позитивная и очень игривая оказалась. Эта собака храняла, наверное, мышиную норку. Она такая мышевая. Такую хочется... Сколько ей? Ей 11 месяцев, она весит примерно 7 килограммчиков всего. Пушиночка такая. Бития как привередлива. Что? Что любит из еды? Она абсолютно всеядна. Это хорошая чеклама. Это же лакоство, овощи, фрукты, но вообще она на сухом корме. Евгень, ну давайте о приюте поводок тоже поговорим немного. Вот таких, как Пуши, сколько у вас сейчас? Маленьких? Это всяких. Ну, вообще у нас примерно около 160 собак всегда. Оу. Маленьких у нас не так много. Вот Пуша одна из них. Остальные у нас дамы покрупнее. Ну, не считая щенков, конечно же, есть и щеночки. А вот маленькие собаки, они чаще выбираются людьми? Ну, да. Для городской жизни это все-таки. Они для городской жизни, да, более удобные. Не все любят больших собак. Не у всех жилищные условия позволяют себе заводить больших собачек. Однако и больших собачек у нас тоже очень часто забирают. Вставай. Папа. Видали? Если у которых вообще жилищные условия не позволяют никакую собаку, а при этом любовь к собакам есть и даже есть желание помочь, можно как-то силами поучаствовать, финансами? Да, можно и силами, и финансами. Можно прийти к нам в качестве волонтера. Особенно приветствуются новые лица в нашем приюте. Собачки очень редко видят новые лица. Потому что у нас, грубо говоря, 20 сотрудников. Собачки видят только их всегда. Если есть желание прийти, потискать собачек, почесать, принести им лакомство, мы всегда за. Координаты вы сейчас видите на ваших экранах. Всегда можно связаться с волонтерами и напрямую поговорить. Во-первых, о том, когда, куда можно приехать. Во-вторых, конечно, о том, как можно помочь финансово, либо едой, кормом. Это тоже принимается. В чем есть необходимость прямо сейчас? Всегда в цене у нас лакомство для собачек. Это могут быть и корм, и косточки какие-то, и игрушки, яблочки. Молодильные. Яблочки молодильные, морковки тоже молодильные, капуста. Все, что такое можно собачкам, у нас всегда это приветствует. Ну, ведь собакам, в первую очередь, внимание, да, нужно уделять? Да, обязательно. А там есть какой-то режим прогуливания собак? Ну, мы открыты для волонтеров с 10 до 5 часов вечера каждый день. Можно по звоночку, соответственно, к нам приехать и провести время с собачками. Также у нас бывает день открытых дверей, когда с собачками можно будет даже прогуляться за пределами приюта на поводочках. А где территориально приют находится? На Кразе, в районе Краза. Спасибо вам огромное, Евгения и Пуша. Пуш, тебе удачи, скоро ты найдешь свой дом, я почему-то в этом уверен. Да, Витя? Если вам Пуша понравилась или хотите приехать и помочь приюту Поводок, то координаты сейчас на экране. Запишите этот номер телефона, связывайтесь, ну и помогайте, если ваше сердечко открыто, как говорит Катя, сердечко открыто к добрым делам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.